Не хотят выбирать. В общественной палате подвели итоги голосования за ремонт дорог. Участие в опросе приняли только 3000 кировчан. Для полумиллионного города это очень мало, считают общественники. Тем не менее, итоги голосования они отправят в администрацию города, чтобы при планировании дорожных работ на следующий год чиновники учли мнение горожан. Какие улицы кировчане считают самыми разбитыми и почему они неохотно принимают участие в голосовании, расскажет Екатерина Зубарева. Улица Конституции в Радужном на первом месте среди самых плохих дорог, по мнению кировчан. По крайней мере, за ее ремонт на сайте общественной палаты проголосовали 248 человек. И это большинство. Выбирать, какие улицы нуждаются в ремонте в первую очередь, жители региона могли на протяжении двух месяцев. Но, как подытожили общественники активных горожан, которые не только хотят, чтобы дороги были отремонтированы, но и готовы для этого хотя бы несколько раз кликнуть мышкой, оказалось немного – 3000 человек. Голосование не носило настолько массовый характер, чтобы мы могли считать его абсолютно репрезентативным. Мы видим, что некоторые участки улиц, некоторые дороги получили больше голосов, хотя адекватно оцениваем, что они в лучшем состоянии, чем другие. Хотя, к примеру, необходимость ремонта проспекта строителей в Кирове у общественников вопросов не вызывает. Это одна из ключевых магистралей. Здесь находится станция скорой помощи, выезд из города и поток автомобилей здесь большой. А вот асфальт оставляет желать лучшего. Водителям приходится лавировать между бесконечными ямами. Летом общественники пытались добиться ремонта проспекта строителей, но в план он так и не попал. В рейтинге голосования проспект на третьем месте. Это значит, есть шанс, что власти прислушаются к мнению кировчан. Правда, сами жители города с трудом верят, что они будут услышаны. Именно этим и объясняют свое неохотное участие в голосовании. Вряд ли наш участок попадет в первоочередные. Голосовать-то я готов, но что это изменит от моего голосования? Все упирается в деньги, в финансирование. Так что хоть голосуй, хоть не голосуй, все равно получишь не знаю чего. В любом случае, тот список плохих дорог, которые определили кировчане, общественники в ближайшее время отправят в администрацию города, чтобы там при формировании перечня дорожных работ на 2017 год учли пожелания горожан. Отмечу, что в топ разбитых также попали дорога Киров, русская Костина, Башарова, улица Комсомольская, центральная в микрорайоне Ганина. Тем временем в общественной палате сообщили, что подобные голосования будут проводиться и в следующем году. Общественники надеются, что после того, как кировчане увидят результат, если он будет, голосование станет массовым. Екатерина Зубарева, Александр Прызгалов, Бюро новостей Давича.